Ну что ж, дорогие друзья, мы вот снова с вами, но, к сожалению, наша игра начинается сразу с паузы. Дисконнектнуло одного игрока, наверняка это был Бульбозавр, которого загрузка повисла на 89% и так и не загрузился он до конца. Соответственно, ждем, ждем, пока он вернется и, что ж, будем следить за нашей второй сегодняшней игрой между командами Deusports и Evil Demigods. Вы, конечно же, пока далеко не разбегайтесь, пока есть небольшая пауза, можно расставить чемпионов, соответственно. Ну вот, вернулся игрок, реконнектнулся, так что сейчас, я думаю, мы уже начнем смотреть этот захватывающий поединок. Так, все, все чемпионы расставлены, остается лишь только дождаться. Так, все, отжали паузу и, конечно же, как и любая игра, начинается с первых закупов. Жень, начинаются у нас первые закупы, посмотрим, что запаковали команды. Давай. Алав, который идет на топ, начинает с Клоус Армора, 5 потов, Лонг Сворд и 2 пота на Израиле. Фласка, Вард и 1 пот на Люксе. И Ви начинает с Хантера и 5 потов, точно так же, как Хазикс. Израиль. Ой, Израиль, говорю. МФ начинает с ботинок 3 потов. В принципе, все стандартно у ребят, и вот мы можем наблюдать первый инвейд. Да, начинается инвейд, и чуть было трэш не подцепил Тарика, и это уже было опасно. Агрессивно начинает игру команда Эвел Доми Годз. Стан от Тарика. Ловит Стан, и тут Люкса также наносит небольшой урон, и решает все-таки немного отступить пока Эвел Доми Годз прячется в кустах. Опять трэш пробует поймать. Но пока видим, что это безуспешно. Ну что ж, отбились от инвейда, и, соответственно, команды начинают разбегаться по ключевым точкам в лесу. Будут забираться первые монстры, и, соответственно, уже затем бафы. Стоит на варде Ви. Тем временем Хазикс переходит на синий баф, Ви на красный. Обе команды помогают своим жаннерам забрать бафы. Ринактон подтягивается на топ. Да, я, к сожалению, возможно, прослушал. Как и в прошлой игре, может быть, ты подметил, мы видим, что Ринактон также начинает с варда и 9 банок на ХП. Вот, мы такую же ситуацию видели в прошлой игре, когда Рейвен делал точно такой же закуп. А Катарина у нас с тремя вардами и шестью потами. Будет вардить всю карту. На боте прожимает флэш. Израиль уже? Да, спас последний ХП. Осталось у него чуть больше ста и все-таки выжил он. На самом деле, такой подход довольно-таки оправдан. Все-таки контроль карты очень важен. В игре видеть перемещение своих соперников, видеть, кто куда двигается, что кто планирует сделать и где заганкать. Это немаловажный аспект. Но вот мы видим, вид тем временем снизу поджидает. Есть хорошая возможность у нее. Видим, что пингнули туда и, может быть, ее даже и заметили. Да, скорее всего, если идут пинги, значит, ребята ее действительно увидели. На боте мы видим хороший пуш. МФка с трэшем пока хорошо стоят. Зажимают своих оппонентов. А вот виз все-таки спряталась на топе в кустах. Все-таки надеяться на удачный ганг. Но посмотрим, получится ли у них или нет. Но даже если ее заметили, уже прошло столько времени, что Ренектуна не подозревает, что она там. Но все-таки решает уйти. Уйти Ви, ганг не делать. Хазикс тоже подходит на топ. Может, у них будет стычка. По борту бежит Ви. На самом деле, Ви потратила довольно-таки много времени. И, возможно, все-таки стоило бы попытаться сделать ганг. Мы видим, что там Ренектуна с Олафом все-таки прессингуют. Вот Хазикс увидел Ви. Прожимаются Игнайты. Начинается размен по ХП. Мы видим, что оба обладают синим и красным бафом. Но все-таки решает отступить как Олаф, так и Ви. Что хотелось бы подметить, что Ви очень много времени простояла там на топе. И, соответственно, потеряла время для джанглинга, для того, чтобы подфармить голду, Икспы. И это не совсем хорошо в данном случае, так как Хазикс делал. Видим, что Хазикс стоит на варде и ловит от Люксы. И, соответственно, даже по крипам можно посмотреть, что Хазикс уже в два раза опережает. Соответственно, есть у него преимущество уже в 200 голды. Нет, Хазикс сейчас выигрывает уже на 2 или на 3 точки, он больше забрал. Катарина хочет сделать ганг. Ей пингуют, что стоит вард. Да, все-таки там стоит вард, дают об этом знать. И мы видим, что синий пинг также появляется. Соответственно, Катарине уже ловить там нечего. Дайвить слишком опасно. Можно посмотреть, что МФ перефармливает Израиля уже на 10 крипов. Израиль стоит без потов и в скором времени отойдет на базу. Да, у МФ пока все преимущества есть зафармить, так как есть и два пота. Трэш ловит. Ворвался в Израиля, это ничем не заканчивается. Очень сильно харасит МФ. Да, пока все, разбен идет по хп, но в то же время в лучшую сторону для именно фиолетовой команды. Мы видели, что Ви попыталась также подойти на ганг, но ее предупредили о том, что там стоит вард. Соответственно, она сразу же развернулась и пошла фармить привидений. Так, а на боте у нас сильно очень прожатый Тарикс. Кокторина пытается зайти, и у нее это получается, если Израиль сейчас не отреагирует. Мы видим, что никак не реагирует. Да, она догонит Израиля. Это будет, скорее всего, ферсблат. Да, это ферсблат. И, скорее всего, будет даблкил. Но если поддержит команду, Экзост вешается и станется. Но тем временем еще и Ви подходит и все-таки забирает. МФ забирает второго Тарика, делает килл, попадает. МФ по тульту. Пожинает барьер. Люксы, барьер спасает, но все-таки забрали. Ужала, действительно. Видимо, поняла, что уже не уходит. На топе идет... И размен выходит 2 в 2. На топе, тем временем, ганкует Алафа. Хазикс подходит, идет дайв, и Ренектоун забирает Алафа. Да, благодаря своей ульты у него появилась... Ну, есть возможность прекрасная лезть под Таур, получить достаточное количество урона, но все-таки выстоять. И благодаря этому уже потихонечку команда Эвил Домиготс, играющая за фиолетовую сторону, начинает наращивать преимущество уже в 1000 голды. Да, 1000 голды ведут ребята. Можно обратить внимание, что МФ уже купила БФ. И теперь у нее будет достаточно демеджа, чтобы доминировать на лайне еще сильнее. Фаунтинг уже покупает себе Катарина. МФ-ка, видимо, очень хорошо себя чувствует. Прощупала наверняка зрила. Понимает, что может его пушить, давить на него. И, соответственно, такой выход в БФ-сфорд даст ей еще больше преимущества и возможности дальше его харассить. А с другой стороны, БФ-сфорд этой покупкой, она не добавила себе хп, добавила только демедж, а стоит против довольно агрессивной. Все-таки спайки, Тарик, Израиль. При стане Израиль может выдать большой демедж. У него сейчас два Дориана. И плюс лонгсфорд, у него тоже есть демедж, но тем не менее и хп. На боте мы видим, что Ви догоняет все-таки и ловит стан трэш, получает он огромное количество урона. Ежка подпрыгивает Израиль и забирает все-таки Израиль трэша. Счет становится 3-3. Разница сокращается до 500 голды. И теперь командам вновь нужно искать подход для наращивания преимущества. Если посмотреть на общие креста, то все-таки буквально чуть-чуть выигрывает Эвил Готтс. Да, по сути буквально... Ну, где-то джанглер больше все-таки со стороны Эвил Дами Готтс, но вот топ-лайнер немножко проигрывает. Мид практически равенствует. На боте мы все-таки пропустили килл. Израиль, пока МФ-ка была одна без трэша, Израиль с Тариком все-таки догнали и смогли дожать ее. Правильно делают, что пользуются моментами, когда нету саппорта. На боте идет размен. Себя повела. Да, на боте чуть было... Катарина... Олаф не погиб, но все-таки благодаря ульте спался от врыва Реннингтона. Реннингтон все-таки решает давить, прожимается два Игнайта, но все-таки Аллаф падает. Он прожал уже ульту, не было у него возможности выйти из тана и, соответственно, Игнайт просто добил его уже на последних хп. На миде у нас стабильная ситуация, ребята одинаково фармят, у них есть по одному киллу, правда у Катарина есть еще и ассист. У нее чуть-чуть больше денег. Но у нее не должно быть, по идее, проблем с люксой. Должно быть все хорошо. Посмотрим, как будет вести себя Тарик и Ви против Катарины, будут ли сбивать ульту. Тем временем команда Эвил Демиготс делает Дрейка. Ультит Израиль туда? Ну, слишком рано. Не видит команда противников, нету варда у них. Но все-таки Ви состилила дракона. Да, Ви просто молодец, замечательный стил. Прожала Игнайт, и Смайт, и состилила. Ну и даже на последних хп чуть было не ушла, но МФка догнала ее все-таки и забрали. Теперь тут вот такой накал страстей небольшой. Замечательный стил, возвращает свою команду по голде, имею в виду. Начинает выигрывать на 300 голды команда Дуэкс Борс, правильно? Да, да. Если я не ошибаюсь в названии. Да, все правильно. Тем временем на боте трэш совсем мало хп, Израиль шрифтуется, достает его, и МФка одна уже против двоих. Экзост на нее вешается, мало совсем хп, остается чуть больше стаб, включает барьер, но все-таки Тарик ее добивает. Подходит Катарина, флешивается Тарик, Катарина через Ешку впрыгивает за ним, и через флеш приходится уходить обратно. Да. И так она потеряла свой флеш, но выжила. Да, попыталась догнать Тарика, но поняла, что ввязалась в бой одна против троих, и соответственно уже пришлось спасаться. Счет становится 6-5, выигрывают ребята на 1300, да? 1300 выигрывают ребята из команды Деокс Борс. Посмотрим, смогут ли они наращивать свое небольшое преимущество. Ну, пока у них последнее неплохо получается, все благодаря Дракону. На топе опять сражается Олаф с Реннингтоном, ну вот уступает Олаф все-таки своему понятию. Да, Реннингтон уже купил себе Джиант Бельт, который дает ему ни много ни мало 380 хп. Против Труда Магии пропустил я момент, к сожалению. Ничего страшного, я это все увидел. Казикс пытался забрать синий баф, но ульту прожала Люкса и соответственно забрала его. На топе у нас идет ганг, там Олафа забирает, он включил ульту, пытается сбежать, но наверняка догонит его. Люкса бежит на помощь, кидает щит. И нет, все-таки забирает Катарина Олафа. Подходит Ви, начинается врыв. Реннингтон бегает за Люксой. Да, попадает оба в стан. А пока мы смотрели фа, это мэф убивает Тарика. Да, на боте у нас тут бой идет как в центре, на реке, на топе, так и на низу. У Эзрил уже совсем мало хп, но видим, что Мистик Шотом попадает в Трэша и заставляет отступать. Не хотят рисковать. Эвел Дамиготс. Тем временем удалось сравнять счет 7-7, но по голде все равно преимущество 800-900 голды у команды Деуксбордс. Ну все это благодаря Дрейку, который хорошо, очень хорошо сострелила Ви. Ви уже купила себе Бруталайзер. Тем же ответил и Казикс. Не уступает. Да, но Казикс уже у нас с каплей. Наверное это будет Манамуна. Да, это в любом случае, так как этот предмет обладает очень хорошей пассивкой при использовании скилла по единичной цели или при обычной атаке, там наносится двойной урон от количества поглощенной маны. В общем, каждое такое умение съедает 3% от вашей маны и при этом наносит урон в размере 2 умноженное на количество потраченной маны. В общем, такая схема. Но, значит, есть в этом смысл. Раз не только в нашей лиге, но и профессиональные игроки очень часто на Казиксе покупают именно этот предмет. Да, давай повернемся, пока есть время немножко по закупам, ребят. Люкса, которая пушит мид, собирают, наверное, Рободон. Увидим, Рободон ли это будет. Алав идет в ХП. Посмотрим, будет ли это в Ромонх, или это будет какой-нибудь Фрозен, Маля, Санфайр. На боте идет прорыв, на боте идет... На боте, с тем временем, МРФ довольно сильно обстрелет, за что платится жизнь, израиля забирает. И потихоньку, потихоньку, который приняты, и сначала лайн, играет уже 4-1 и переформливает МРФ, пусть намного, но он уже гораздо сильнее. Тем временем, Трэш отступает под свой Таур, ничего ему не остается делать, ставит вард на всякий случай. Но теперь 3 чемпиона на боте его будут пушить и спешат на помощь ему, как МФ, так и Казикс туда уже будет бежать. Иначе уже и не спасут они этот Таур, упал Таур, пока все подтягивались. Ну а на миде идет также битва, и Ренингтон тем временем на топе забирает. Появляется дракон, и команда Deuxboards начинает его забирать. МФ замечательно ультит. Начинается драка, залетает Катарина и дает ульту почти по всем. Дабл килл, врывается на люксу, пытается спасти МФ от Алафа, не выходит у них. Алаф забирает дабл килл, его забирает Хазикс. Катарина, у нее снова откачивается ульта, с флеша пытается догнать, и все-таки догоняет она люксу, а Казикс догоняет Израиля. И это Эйс, замечательно сыграла команда Evil Demi Gods. Да, вот такой вот неудачей обернулась попытка взять дракона. Конечно, у нас еще не так много времени пришло с начала игры, поэтому респаун у чемпионов очень быстрый, но все-таки Эйс это очень неприятно. Хотя, как мы видим, голда остается практически равной. Он забирает мид, и только благодаря этому получает преимущество в 1300 голды. И смотрим, что у ребят добавляется по закупам. Катарина покупает себе Вармонг, теперь она будет довольно толстой. Ну, МФ уже был Блодсерстер, потихонечку-потихонечку она старается его стакать, как-то у нее довольно долго это затянулось. До сих пор ничего не делают с каплей Казикс, насколько она стакана, 430, ну еще, грубо говоря, чуть меньше половины, и уже можно будет ее переделывать во что-то. Так, трэш в ходе ставят ворды, подтягивается Израиль на мид, посмотрим, будут ли все-таки, нет, не будут пушить мид. Вот пингуют, видят, куда побежал Олаф, и, соответственно, попытались его перехватить. Вот Олаф отмахнулся топором, и, соответственно, присоединился к своей команде, ультует в Ви. Ви замечательно врывается, Катарина ультит в одну Ви. Хорошая ульта от МФ, хорошая ульта от Люксы, правда, Катарина сейчас без ульта. Ренектон бегает за Израилем, с флэша уходит Ренектон. Продолжается боя, все-таки не ушел Ренектон, Тарик сражается один против трэша и Катарины. Да, уже плохо, двух чемпионов потеряли, и это, может быть, даже четверых заберут, Олаф заберет все-таки трэша, и Катарина там одна... Все-таки, наверное, это даже будет, если Олаф догонит... Догонит, попал топором, и сейчас вот... Да, убирает, но приходит Хазикс, коварный парень, и забирает двоих, и Ви, и Израиля, перепрыгивает к Тарику. Но попадает прямо в лапы к своим соперникам, и... Щит дает Люкса, но не убежит их уже никуда. Хорошо отхиливается, кстати, он свой Спайка. Но все-таки шатдаун оформляет, и плюс 500 голодей сразу для Люксы. Что хотелось бы сказать, немножко возвращаясь к этому бою. Когда Ви ультанула, Хазикс просто отлично отпрыгнул, тем самым просто притянув Ви сразу в кучу своих напарников. И благо, что не так далеко оказались по команде, напарники по команде, и смогли ввязаться в бой, и, соответственно, как-то эту ситуацию исправить. Иначе бы там Ви быстро бы погибло. Счет становится 15-4. Мы можем видеть, как на Хазиксе появляется Блудсерстер. Санфайр появляется у Олафа. У Олафа, говорю, у Ренингтона. Олаф уже у нас с Вормонгом. На топе, на топе МФка попадает в неприятную ситуацию. Клашуется. И загнала сама себя. Старалась подраться, но все-таки умирает. Об Олафа. Счет становится 16-4. Преимущество довольно небольшое. Ну, вот, судя по всему, вот поначалу сначала команда Evil Demy Ghost набирала преимущество, когда на боте доминировала. Затем преимущество перешло благодаря стилу дракона уже в руки команды Deus Bords. И сейчас мы видим, что потихонечку как-то игра вот так устаканилась. С небольшим перевесом переходит то в одну сторону, то в другую. И пока даже сложно предположить, кто сможет выйти победителем из данной игры. Статик Шиев, я так понимаю, начинает собирать наш Изреаль. А вот МФ в ответ идет в ХП. Вармонг ли это? Вполне возможно. Часто такое бывает, что даже Адекерри собирают себе Вармонг для Сустейна. Потому что, как мы знаем, это одни из первых чемпионов, в кого входит большой дамаг. И, соответственно, дабы была возможность проультить, хотя бы полностью прожать свою ульту МФХ, вполне возможно, даже будет собирать Вармонг. Пока что на люксе у нас Рободон. И вот мы уже видим, пробредила чашку она. Довольно неплохое количество АП имеет. 300 АП у нее уже. Ну вот Анхоли Грааль был взят. Видим, что у него есть хорошие... То, от чего люкса очень зависит, это от КДР, то есть Calldown Reduction. И, соответственно, прибавка, которая из ульта, мы знаем, у люксы не такая уж и долгая откат у нее. Ну а с таким бонусом можно ультить чуть ли не каждые 20-25 секунд. 27 секунд, по-моему, минимально выходит у люксы, если я не ошибаюсь. Ну, все равно для столь дамажного чемпиона это очень небольшой откат, и многие даже жалуются на это. Но пока создатели никак не реагируют, пока вроде бы не собираются нерфить. Но посмотрим. Кстати, вон Вармонг уже новей. Тарик с Солярой бегает. Будет спасать, стараться своих тюмейтов. Так, подтягивается, чуть было не пропушили вторую башню на миде, но вот подтянулась команда Deuxboards и, соответственно, оттеснила своих соперников. Мы видим, что очень мало ХП у Тарша, поэтому в ступени в бой, по сути, трэш бы лег с первых двух-трех выстрелов. Но понимает эта команда Deuxboards и видит, что совсем мало ХП у башни на миде, у фиолетовой команды, и беспрепятственно просто забирают его. И еще и Лексату дает ульт, и, соответственно, свободно бегут к дракону. Да, начинают забирать дракона ребята, никто им в этом не собирается даже мешать. Берут, это у них выходит какой Дрейк по счету? Уже третий получается. Третий, правильно, да. Все три Дрейка забрали ребята. Начинают выигрывать на 2500. На Дрейках выезжают, как говорится. Да, по сути, только... Шурелия на Алафе. Теперь у них будет чем врываться, да? Конечно, благодаря ульте и Шурелии Олаф просто будет... Вост еще нестись будет. Да. Его будет не остановить. Просто неостановимый викинг, суровый викинг. Казикс уже Блэк Кливер покупает, и нужно быть очень осторожным, так как его бурст дамаг будет выдавать большое количество урона. Ласт Ви сперва уже покупает себе Израиль. Да, мы видим, что пока статик Шиф он отложил, решил больше в армор, в пробивание армора вложиться. Тем более, нужно ему продамаживать Катарину, нужно продамаживать Ренингтона, в которых мы видим очень много ХП. И, соответственно... Би подтягивается на мид, МФ бэкается, стопа. Но, видим, что пока не рискует команда, Деокс Бордс поджидает, пока волна подойдет. Идут в сторону на Шора, и если посмотреть, у команды Эвил Деми Годс там не стоит варда, они ничего не видят. Можно было бы их трепнуть, если бы команда Деокс Бордс понимала это, знала. Ну, к сожалению, нету ни у кого пока Оракла, не могут они быть на 100% уверены в том, что вокруг на Шора не стоят варды вражеские. И, соответственно, возможно, попытались они заманить противников, но не вышло. И видим, что мид пушится очень сильно. Хорошая ульта от Эза. Врывается Алав. Катарина ультит. Алав забирает Трэша. Да, попадает, правда, в ульту. Пытаются гнать команду. Реноктон на маленьком, на лоу ХП пытался спасти своего Деокеррия МФ, но все-таки не выходит. Катарина спаслась. И бегут на оборона. Да, это будет Фрина Шор. Хотя Казикс не решает Бекаса, у него есть майт. Да, попытается состилить однозначно. Правда, единственное, что он не видит, что там происходит. Он не знает, когда ему туда прыгать, врываться. Вот он дает Вэшку. Понимает, что ребята еще там. И все-таки не рискует прыгать вслепую. Ну, на самом деле, сейчас рисковать навряд ли стоит. Все-таки это еще не такое плохое положение у команды, чтобы идти ва-банк. Могут они перетерпеть, если нужно. Башни еще многие стоят. Есть возможность подождать. Просто попушить какие-то линии. Заставить бэкаться своих оппонентов. Ну и, соответственно, таким вот образом подождать минутки 4, пока баф спадет. И потом уже пытаться вновь что-то делать. Посмотрим, удастся ли выдержать эти 4 минутки. В принципе, небольшой разрыв. Нельзя говорить точно, кто выиграет этот матч. Еще до сих пор, уже и после 3-х драконов, куча Таура, Пеношора. Большинство киллов. Неизвестно. Очень сбалансировано, как придут ребята. Ну, вот видим, что Люкса становится все опаснее и опаснее. Уже Войт Став она купила. Соответственно, Мэджик Пенентрэйшн. И вот сейчас она становится все суровее и суровее. Уже с Рободон Кэпом. Анхоли Граалем. А тем временем на Мид ломается вторая башня. Далеко находится МФка. Трэш только-только потянется. Ульта от Ви. И просто ваншотывает ребята Хазикса. Начинается драка на базе. Бегут за Трэшом. Попадает Алла в свои топором. Катаринов тем временем дает ульту. Ловит Стан. В нее входит Дэнндж. Также ваншотывается. Подбегает Ренектон. Отслушивается Визриаль. Охотятся на МФ. Убивают МФ. И бегут за Ренектоном. Гонят Трэш ульту. Глаза за ними уже никто не будет. Просто заберут Вейт Тауэр. Инхибитор. Посмотрим, решат ли ребята заканчивать игру. На этом файте. Но у них есть для этого все возможности. Имеют они баф от Барона. И вот три чемпиона мертвых. Открывается Ренектон. Отчаянно пытается спасти свой Нексус. Вот отличная ульта. Дэмэдж дает люкса. Просто огромный. И это все-таки. Да, это Джи Джи. Очень хорошая игра от команды Дэмс Борс. Ребята на улице. Да, поздравляем команду Дэмс Борс. Действительно была игра на равных. Но вот видим, что Нашор и три дракона позволили Дэмс Борс под конец срастить преимущество. Просто в одном тимфайте зарешать. И соответственно выиграть этот бой. Хотя до конца не было понятно на чьей стороне преимущество. Что ж, мы поздравляем команду Дэмс Борс с тем, что она добыла третью победу. Их шансы для того, чтобы продолжить борьбу в плей-оффе значительно возросли. А вот у команды Эвил Домигос на самом деле большие проблемы. Так как они уже сыграли практически все игры. Впереди у них, если не ошибаюсь, всего две игры остаются. И шансы у них совсем мизерны на то, чтобы продолжить борьбу. И многое, конечно, будет зависеть от того, как сыграют другие их соперники. Уже от этого мы будем отталкиваться в дальнейшем. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся на сегодня. Это была наша заключительная игра. Следующие игры у нас пройдут, как обычно, в понедельник. Начнутся они в 18.00 по Киеву или в 20.00 по Москве. Продолжим следить, как будет развиваться борьба. Совсем скоро мы узнаем четверку сильнейших нашего сезона. И, соответственно, будем уже смотреть игры в стадии плей-офф. Ну что ж, Сева, можешь также под конец попрощаться с нашими телезрителями. Да, всем спасибо за то, что смотрели нас. Всем удачи, до новых встреч. Будем комментировать для вас и стараться с каждым разом все делать лучше и лучше, чтобы вам было приятнее наблюдать за играми. Заходите на наш портал vplay.in.ua. Следите за новостями из мира Лиги Легенд, которые будут связаны не только с нашей Лигой, но и с тем, что происходит во всем мире. Читайте, комментируйте. И также, конечно же, под конец мы вновь хотим поблагодарить наших спонсоров в лице компании Logitech, Inno3D и Western Digital. Под конец мы еще послушаем несколько минут музыки, после чего наш стрим будет завершен. До новых встреч! Продолжение следует...